В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. У молодых дизайнеров всегда есть масса возможностей заявить о себе. Традиционным же форматом продвижения по-прежнему являются профессиональные конкурсы. Кто представит Челябинск этой осенью на одном из авторитетных конкурсов «Русский силуэт» в Москве, выяснилось в рамках регионального отборочного тура. Конкурс начинающих дизайнеров «Русский силуэт» известен в нашей стране еще с тех времен, когда отечественных дизайнеров можно было пересчитать по пальцам одной руки. Одноименный проект фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт» открывает имена молодых модельеров с 99-го года. Этим летом после долгого перерыва региональный отборочный тур состоялся и в Челябинске. Конкурс «Русский силуэт» он предназначен именно для творческого поиска. То есть здесь приветствуется всегда изобилие необычных форм, фактур, силуэтов. Именно вот не промышленный подход поддерживается, а вот такой творческий поисковый. Не в достаточной мере обращается внимание именно на технологию пошивок, как на образ. В первую очередь это опыт, это возможность видеть себя со стороны и возможность получить какую-то компетентную оценку. И все наши российские дизайнеры, которые имеют какой-то вес и продаются в Европе или на арабском рынке, они прошли в первую очередь через «Русский силуэт». Молодой дизайнер Арина Диулина представила на конкурсе сразу две свои коллекции. Источником вдохновения ее творчества послужили социальные и культурные события новейшей истории. Зарождение авангарда, затем эта культура и интерпретация моды в эпоху перестройки в СССР. То, как люди пытались красиво одеваться, модно, ориентировались на Запад, но создавали что-то свое, какой-то совершенно новый продукт. И это явление метамодернизма, это современная культурная концепция, это то, что приходит сейчас. В России еще пока об этом не говорят, в Европе это уже установленная культурная концепция, которая пошла после постмодернизма. Коллекция «Арины. Мой белый день» покорила жюри своей многофактурностью, многослойностью и умелой современной интерпретацией моды прошлых десятилетий. Популярны ткани с металлическим блеском, у меня опуховики были, и ткани с таким деликатным перламутровым металлическим блеском, и трикотаж с метанитью. Также популярны различные натуральные фактуры, и вот сочетание натурального и искусственного, можно сказать, это будет в течение нескольких сезонов, так как существуют две такие глобальные тенденции, это возвращение к корням и при этом ориентация на современные технологии, как лазерная печать и там различные электроды в ткани. В нашей стране в сфере дизайна одежды пробуют себя люди, не имеющие специального образования. Некоторые из них даже добиваются успехов, но все же дизайнеры-самородки менее конкурентно способны в сравнении с их дипломированными коллегами. Обязательно дизайнер должен разбираться в конструировании, в технологии, в конфекционировании, анализировать различные тенденции, и этому очень сложно научиться самому. Возможно, но вуз дает полноценную подготовку комплексную, поэтому профильное образование обязательно. Идея создавать одежду сегодня настолько популярна, что некоторые люди осваивают швейное дело во взрослом возрасте для себя в качестве хобби. Лучшие выпускники курсов представили свои работы на любительском конкурсе «Хрустальный наперсток». Становится популярным обучаться искусству швейного ремесла. Поддерживается идея шитья для своей семьи, для своих детей, мужа и так далее. В конкурсе «Хрустальный наперсток» оценивается больше не дизайнерская идея, а чистота изготовления пошивой изделий. Но вернемся к русскому силуэту. Всероссийский финал конкурса состоится в октябре в Москве. Челябинск будет представлять Арина Диулина. У нее, по мнению профессионалов, есть все шансы стать лучшей и на высшем уровне. Желаем удачи и ждем результатов. Фестиваль электронной музыки «Механика» и в этом году был заявлен как масштабное и значимое событие клубной жизни. А какие впечатления остались у съемочной группы «Бьюти Тайм», которая была на месте? Смотрите прямо сейчас. «Механика» Механика проходит 10 лет и люди, есть такие люди, которые приезжают на этот фестиваль ровно 10 лет. Они преданы, они приезжают из года в год и наслаждаются нашим продуктом, нашим фестивалем, нашим праздником. Я посещаю его каждый год, два раза в год. Здесь очень супер. Атмосфера классная, люди добрые, все весело. Каждая из семи площадок представила свое направление современной музыки. Гостям давали Clubhouse, Drum and Bass, Breaks Underground, Trance, Hardcore и Techno. Здесь была очень хорошая звуковая система, мощный звук, сумасшедшая энергетика, очень крутая атмосфера. Мне понравилось здесь играть. Я люблю выступать в России. Мне понравилась еда, люди, атмосфера. И я действительно хотел бы сюда вернуться в следующем году. Каждый год, год от года все больше людей. И они танцуют все лучше и лучше. И такие фестивали нужны для того, чтобы просто оторваться, чтобы просто отдохнуть. Фестиваль с десятилетней историей с каждым годом становится все более масштабным. Увеличивается число хедлайнеров, повышается градус креативности. Люди находят на этом фестивале свою любимую точку отрыва. И мы стараемся делать этот фестиваль мультиформатным, чтобы люди приходили на него и отрывались именно под самые любимые их музыкальные стили. Что же нового? В этот раз мы сделали клевые браслеты, которые меняются в такт музыки, которые мы управляем цветом и задаем настроение всему танцполу, у кого есть такие браслеты. Сеты диджеев под лазерные 3D-шоу-инсталляции сделали фестиваль главным клубным событием, ну если не России, то Уральского региона точно. Впечатлений должно хватить до мая 2018-го. Именно на это время запланировали новую механику. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. Приглашаем детей с родителями познакомиться с душевной атмосферой и материально-технической базой школы «Пеликан» по трем адресам. Улица Свобода 20, Худякова 18, Свилинга 47В. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelican74.com. Запись на экскурсии по телефонам 264-6109-214-5999. 26-27 августа. Место силы – озеро Тургаяк. Впервые в России. Фестиваль органичного образа жизни «Органик Нейшн». 24 хедлайнера. Специальные гости из Индии, Мексики, Китая, Белоруссии и Москвы. Масштабный йога-опен-эйр. Мастер-классы по пилатесу цикун и разным направлениям йоги. Для детей – анимация, игры и квесты. Для мужчин – соревнования, экстремальные активности и водные виды спорта. Также в программе интерактивный ликторий, эко-маркет и захватывающее вечернее шоу. Проведи последний уикенд лета на свежем воздухе в экологически чистом месте всей семьей. Билеты на organicnation.ru Летний гардероб в наших климатических условиях может быть весьма многообразным. Пригодиться может в этот период времени и футболка с шортами, и резиновые сапоги с дождевиком, ну и какой-то промежуточный вариант вроде платья с кардиганом. Несколько модных идей, соответствующих требованию здесь и сейчас, в продолжении выпуска. В летний период времени о платьях можно говорить бесконечно. Даже наступающая осень не лишает возможности носить любимые модели. Тем более, что представлены они сегодня во всем многообразии. Идея с перспективой на осень платья асилуэта цвета фуксия в холодное время можно носить в качестве туники с леггинсами или узкими джинсами, а также сочетать с аксессуарами любых цветов наступающего сезона. Модель из шифона с крупным цветочным принтом всегда можно дополнить кардиганом крупной вязки. В сочетании с тяжелыми ботинками или сапогами это платье также может пойти в осень. Платье-рубашка, хит-продаж и фаворит миллионов по-прежнему актуальна как само по себе, так и в составе более сложных комплектов. Две идеи в деловом контексте. Черное платье с воротничком и манжетами, которые, кстати, легким движением руки можно отстегнуть, а также платье в мелкий горошек лаконичного силуэта. Ну а для тех, кто готовится к сезону заранее, деликатное и вместе с тем многофункциональное платье из полированной шерсти с шифоном. В том и прелесть современной моды, что силуэтов цветов и стилей предлагается довольно много, а значит можно подобрать любимую модель к самым разным поводам и ситуациям. Деятельность парикмахера не ограничивается лишь созданием стрижек и причесок в салоне красоты. Работа в качестве стилиста на фотосессии выдвигает к мастерам особые требования. Что должно быть в кадре и как этого добиться, челябинские специалисты узнали на профессиональном семинаре. Марина Новикова – парикмахер со стажем, владелица салона, финалист Russian Hairdressing Award, эксперт компании Schwarzkopf Professional и преподаватель Академии АСК. Как опытный бьюти-специалист стилизовала множество фотосессий и на личном опыте знает, с какими трудностями сталкиваются парикмахеры и визажисты, желающие презентовать свои работы в качественно выполненном портфолио. С этой целью Марина Новикова презентовала мастер-класс «Фотосессия. От идеи до реализации». Стрижем мы хорошо, крашиваем мы хорошо, обслуживаем клиентов салона хорошо, но фотосессии, к сожалению, не всегда знаем, как правильно делать, как я хотела это научить. Фотосессия равно продвижение, показать миру себя, рассказать, что ты умеешь красиво и хорошо делать. Это заработок, это клиенты, которые к тебе пойдут, это признание среди коллег. Вообще фотосессия дает очень много преимуществ, и это вообще другая сфера деятельности, она очень интересная, особенно когда познаешь какой-то такой кураж и остановиться в ней невозможно. Сегодня очень активно процветает продвижение в соцсетях, и действительно хотелось бы выкладывать более качественные фотографии, видео и знать, как это делается профессионально. Ну и плюс, все равно это в первую очередь знакомство с новыми интересными людьми, коллегами, либо людьми, с которыми можно впоследствии потом поработать. Практическое задание слушателям класса предложили выполнить не индивидуально, а в команде, потому как умение сработаться уже половина успеха. Первая ошибка, которую допускают человек, который пытается снять фотосессию, это то, что сначала нужно придумать какую-то идею, и потом уже все остальное должно случиться. На самом деле, по моему мнению, это не так. Первое, что должен знать человек, это то, какие бывают типы и виды фотосъемок. Зачем они уже? Для кого они? Какая цель у данного проекта? Затем можно начинать придумывать тему. Тогда она уже льется легче, потому что можно придумать, полететь в космос, а как это сделать невозможно, ты не знаешь. На самом деле, составление мутборда у меня занимает гораздо больше времени, и даже, я бы сказала, месяц, и два, и три, может быть, даже и год, и постепенно что-то отсеивается. Но составление мутборда – это сначала такая свалка своих идей, с помощью которых мы можем транслировать не только информацию своей команде, но и для самого себя понять, что ты хочешь в итоге получить какую картинку. Вот мы сейчас учимся это делать. У нас мутборд будет, значит, на тему гопников. Я извиняюсь, конечно, но связано это с тем, что я из сурового города Магнитогорска, и тут решили мы немножко на обучении поприкалываться. Мы собирали картиночек всяких лысых дядечек. Наша идея фотосессии заключается в том, чтобы продавать перцовые баллончики. То есть мы хотим сначала всех напугать гопниками, а в конце такие – покупай перцовый баллончик. Наша тема сегодня – стиляги. Мы все-таки хотим раскрыть ее, как людей, которые хотят выделяться, выделяться в одежде, в аксессуарах, в музыке. Мы подобрали аксессуары тех людей, это город, одежда, обувь. Все, что сегодня мы получили, все знания, мы их адаптируем именно под нашу работу. И у нас есть идеи фотопроектов для журналов, для соцсетей, просто для внутренней рекламы. Сегодня в связи с доступностью информации и профессиональной техники мы не делаем скидки фотосъемкам, проведенным не в модной столице. Будь то Лондон, Москва или Челябинск, бьюти-специалистам необходимо ориентироваться на лучшее, что создается в индустрии. Но одно дело знать, как надо, другое — уметь воплощать это в жизнь. Мы не можем продлить лето еще на три месяца. Но зато мы дарим в три, в три раза больше бонусов на карту при покупке билетов в кинотеатре Киномакс. Мы делаем лето лучше. Подробности на сайте kinomax.ru Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество. За которое вам так нравится польская одежда. На Сони Кривой 30. 26-27 августа. Место силы — озеро Тургаяк. Впервые в России. Фестиваль органичного образа жизни Organic Nation. 24 хедлайнера. Специальные гости из Индии, Мексики, Китая, Белоруссии и Москвы. Масштабный йога-опен-эйр. Мастер-классы по пилатесу, цикун и разным направлениям йоги. Для детей — анимация, игры и квесты. Для мужчин — соревнования, экстремальные активности и водные виды спорта. Также в программе интерактивный лекторий, эко-маркет и захватывающее вечернее шоу. Проведи последний уикенд лета на свежем воздухе в экологически чистом месте всей семьей. Билеты на OrganicNation.ru Это Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все выпуски Beauty Time, новости и анонсы событий всегда можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211-50-30. Стилисты проекта «Модный дом. Я» Имидж-студия Елены Ивановой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова